Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Однако другие историки, не согласившиеся с этой идеей, нашли компромисс. Они просто назвали строителей нурагейцев гигантами мысли. Но частичное признание существования древних великанов в отдельно взятой стране почти никак не повлияло на всю мировую науку. Так были гиганты на самом деле? Или нет? Высеченный в камне древнешумерский герой Гильгамеш прижимает к груди льва, который на его фоне выглядит не больше обыкновенной кошки. Неужели он вместе с другими персонажами легенд был в действительности таким большим и могучим? В околонаучной и мифологической литературе есть множество упоминаний о древних расах великанов. Об их существовании в прошлом рассказывают предания практически всех народов мира. Однако официальная наука считает подобные свидетельства обыкновенными сказками. Если легенды о гигантах дошли до нас как воспоминания о далеких временах, то вряд ли они могут быть сплошными выдумками. Но ученые говорят, что подлинных останков великанов сегодня нет ни в одном музее мира. А с другой стороны, сообщения о находках поступают чуть ли не каждый год из разных стран. Как можно понять и чем объяснить такое противоречие? Сегодня в мировом интернете можно найти десятки сфабрикованных фотографий, которые дискредитируют саму проблему древних гигантов. Однако и создатели фальшивок, и пользователи вряд ли могут представить, сколько подлинных свидетельств о великанах осталось в одной только восточной Армении. В 1974 году это было. На этом рисунке могу показать, что вот под этой стеной, когда рабочие ее рушили, обнаружились кости, которые были больше, чем кости обычного человека. Это я видел собственными глазами. В 1996 году при прокладывании дороги через эти холмы были найдены кости такой величины, что когда их прикладывали к себе, то они доходили до уровня горла. И еще были ноги, очень длинные, оба вместе, наверное, около трех метров. Снизу до пояса длина доходила до трех метров, достали из ямы. Находили черепа вот такие, такого я прежде не видел. Это был человеческий череп, только очень большой. И еще кости ног. Их длина была почти с меня ростом. Кости были очень большими. Длина всего скелета составляла приблизительно 4 метра 10 сантиметров. Череп я нес в руках и мог видеть перед собой не ближе двух метров. Таков был его размер. Голень была выше моей поясницы. Она составляла примерно 1 метр 15 сантиметров. Эта кость тоже была не из легких. Куда же деваются эти необычные останки? Неужели все это неправда? Или же здесь опять действует пресловутая фильтрация неудобных фактов в науке? И что бы случилось, если бы какие-то несомненные доказательства существования великанов были предложены ученым? Жемчужина Армении и высокогорное озеро Севан. В советское время поблизости построили Розданскую ГЭС. В результате озеро обмелело. И на суше оказался целый археологический комплекс. В него входили циклопическая крепость 3-го тысячелетия до нашей эры, поселения и могильники. В течение 3,5 тысяч лет эти памятники, кроме циклопической крепости, находились под водами озера Севан. С 1956 года на обнажившейся части побережья в поселке Лачашен работала археологическая экспедиция под руководством Арутюна Мнацаканяна. В курганах были обнаружены деревянные повозки и боевые колесницы. Археологи нашли множество изделий из бронзы, модели колесниц, фигурки животных и птиц, мечи и боевые топоры. Среди артефактов были зеркала, золотые украшения и серебряные чаши. Находки говорили о высоком уровне развития населения Севанского бассейна еще в доурардское время. Врачом той экспедиции был Давид Янакян. Через много лет он рассказывал своему сыну, что в погребениях, кроме обычных скелетов, были найдены и останки людей очень высокого роста. Однако эти факты тогда просто замалчивались. Были обнаружены кости достаточно больших размеров. Если сравнивать со скелетом современного человека, то можно сделать предположение, что соответствующие особи, которые обитали в своем времен там, они имели достаточно крупные размеры. Это можно их считать человеками-гигантами. Сегодня там, где раньше был берег Севана, находится центральная улица села Ол-Чашэр. Староста села сообщил, что члены археологической экспедиции 60-х годов размещались в доме Гаруша Мунукяна, одного из самых уважаемых людей поселка. Гехам, сын Гаруша Мунукяна, помнит врача Давида Янакяна и хранит фотографии тех лет. Для работы привлекали ребят из села. Школьники, 14-15-летние подростки помогали в раскопках. У участников экспедиции были карты, где были указаны места захоронений. Места были известны. Их немного откапывали. Ребята снимали верхний полуметровый слой земли, а потом детей отправляли домой. Дальше уже работали сами археологи, и никто из посторонних ничего не видел. И все, что находили, приносили к нам домой, поскольку все 20 членов экспедиции располагались в нашем доме. Ценные вещи они клали в несгораемый сейф. Я помню, он стоял вот тут, за моей спиной. А остальное, кости, черепа, кувшины, все лежало прямо здесь. Помню, что кости, череп были больших размеров. Берцовые кости, когда их прикладывали к телу, чтобы сравнить, были на 15-20 сантиметров длиннее, чем у обычного человека. Видно, в то время люди были великанами. Костные останки людей гигантского роста на протяжении многих веков находили в горах Закавказья. И сегодня жители многих сел в Армении и Грузии убеждены, что в далеком прошлом здесь были целые города великанов, а также остались их многочисленные погребения. Поэтому, в принципе, мы можем ожидать обнаружения в некоторых районах, ну вот, допустим, на Кавказе, таких крупных людей. Потому что, в принципе, опять же, археологические данные говорят нам о том, что в других горных районах такие высокорослые люди тоже жили. Ну вот, из своей практики я могу привести древнее население Алтая-Саинского Нагоря. Это представители так называемой афанасиевской культуры археологической, которые жили там в третьем тысячелетии до нашей, то есть, ну, как минимум, пять тысяч лет назад. Тоже это были очень крупные высокорослые люди. До сих пор вот в моей базе данных, которая составлена по как раз древним популяциям, начиная уже, наверное, от палеолита и заканчивая средневековьем, они относятся к числу наиболее высокорослых. Это были горцы. Из-за Кавказья уже не первый год поступают сообщения о находках останков людей-гигантов. Летом 2008 года в Боржомском ущелье Грузии было найдено целое городище великанов и скелеты длиной в 2,5 и 3 метра. Грузинские ученые заключили, что гиганты обитали в этих краях 25 тысяч лет назад. Однако российские антропологи пока не ознакомлены с их научными публикациями. Все-таки поводом для обсуждения и комментариев специалистов всегда должна быть конкретная научная публикация. То есть существует определенный алгоритм научного исследования. Сначала проводят в соответствии со стандартными методами исследования археологи, которые извлекают из земли какие-то ископаемые или менее древние останки человека. И дальше уже наступает очередь антропологов, у которых тоже есть свои специальные методы исследования. Это в Азербайджане, в городе Ганжа, где лежат остатки людей ростом 2 метра 20-25 сантиметров при жизни. Это в Неваде, в музее, в местечке Лавлок, где можно увидеть черепа нескольких гигантов, которые достигали высоты 2,30-2,50. То есть на самом деле мы можем сегодня увидеть собственными глазами было бы желание и устремление. В соседнем с Грузией Азербайджане также были сделаны подобные находки. В музее города Ганжа выставлен женский скелет ростом 2 метра 20 сантиметров. Его возраст 4 тысячи лет. Рядом находится посуда, обнаруженная в захоронении. Оно было найдено в районе, где Нагорье граничит с равнинами. Может быть, останки исполинов надо искать именно в гористых местах? Эта история началась 30 лет назад, в 1982 году, в Ехеднадзорском районе Армении. Группа молодых людей совершала прогулку в горах. Вскоре начался дождь, и пришлось искать место, чтобы от него укрыться. Решили зайти в первую попавшуюся пещеру. Пещера оказалась подковообразной формой с двумя входами, и все 12 человек принялись ее обследовать. Вскоре в лучах фонариков они увидели нечто такое, чего никто из них до этого не смог бы даже представить. И там мы обнаружили скелет, который лежал лицом к земле. Это был ужасно большой скелет. В длину он был около 4 метров, это приблизительно. Поскольку мы измеряли шагами, ничего подобного мы до этого не видели. В 1982 году мы все думали, что произошли от обезьян, но что были такими большими, никто из нас не представлял. Мы стали шутить, что это должно быть скелет циклопа. Я сказал, что у циклопа должен быть глаз на лбу, основание носа, и решил повернуть череп лицом к нам. Но он на наших глазах рассыпался в прах. Такого я до этого не видел, и даже представления не имел, что такое может быть. Спустя два года Рубен и его друзья во время очередной прогулки по горам снова столкнулись с необыкновенной находкой. В 1984 году недалеко от города Сесиан шло строительство нового завода. Трактора рыли фундамент. Внезапно один из них, отбросив пласт земли, остановился. Перед наблюдателями открылось древнее погребение, где лежали останки очень крупного человека. Захоронение, в котором лежал второй гигант, было сверху завалено огромными камнями. До середины ребер скелет был покрыт землей, вдоль тела был меч. Двумя руками он держал его рукоять, которая была сделана из кости. До этого я думал, что исполины жили в незапамятные времена. Может быть, я и не обратил бы на это внимание, но меч был изготовлен из металла, потому что вдоль всего тела сохранился слой ржавчины, оставшийся от железа. Совсем рядом, прямо у кромки поля, начиналось древнее городище, остатки которого сохранились до сих пор. Дома расположены под землей в пять рядов. Они сделаны из камней весом в несколько тонн. Крепость, окружавшая город, имела кладку в два-три ряда из огромных мегалитов. Но от нее сегодня уже мало что осталось. Жители окрестных деревень используют это место как каменный карьер уже на протяжении тысячелетий. Там даже нет таблички о том, что местность охраняется государством, а сельчане не знают, что это за камни, и используют их. Величине костей соответствовали размеры находившихся там построек. И я начал понимать, что раз в этом месте жили исполины, то очевидно, что дома из огромных камней построили именно они. Эти мегалиты настолько древние, что с первого взгляда напоминают дикие природные скалы. Однако при более близком рассмотрении видно, что на них еще остались следы обработки, и они когда-то были стенами циклопической крепости, впоследствии разрушены землетрясением. Такие памятники то и дело встречаются на всей территории Армении. Около поселка Агарак находятся гигантские обтесанные мегалиты высотой в 12 метров и весом более 600 тонн. Местные предания рассказывают, что в глубокой древности тут был большой город, а еще раньше здесь жили исполины. Могут ли мифы о великанах, которые есть у всех древних народов, оказаться настоящими историческими свидетельствами? Так вот выясняется, что в принципе были эпохи, когда люди обладали более крупными размерами тела. И были эпохи, когда в результате различных микроэволюционных процессов эти размеры тела снижались. Если мы обратимся к самым, может быть, ранним современным людям, которые приходят в Европу около 44 тысяч лет назад, как сегодня выясняется, это так называемые крыманьонцы. Это были очень жесткие люди, сопоставимые по своим размерам тела с современными людьми крупных европейских городов. В советские времена ученые, которые пытались идти против общепринятых догматов, могли лишиться званий и работы. Дарвинизм был одной из основ коммунистической идеологии, и потому все, что ему противоречило, не могло быть признано научным фактом и обнародовано. Но сегодня армянские историки также рассказывают о необычных находках. На территории Гюмри в районе Черной крепости были обнаружены огромные черепа и даже целые скелеты античного периода мне их показывали. Я просто опешил, потому что, наверное, большой палец такого человека был бы толще, чем моя рука. Такие люди были и могли быть везде. Я сам участвовал в раскопках и часто встречал останки людей, которые были намного выше меня. Точно, конечно, их рост не назову, но больше двух метров. Потому что обнаруженная берцовая кость или тазобедренная кость, когда я прикладывал ее к моей ноге, была намного длиннее. Но в среднем, чем древнее, тем более миниатюрнее тело. То есть явление акселерации, укропнения, процессы, происходящие с человеком, это эпохальные явления. Например, я точно могу сказать, что сто лет назад армяне в среднем были немного более низкорослыми, чем сейчас. Несколько сотен лет назад, возможно, они были еще более низкорослыми. Павел Аветясян – один из самых известных и авторитетных историков Армении. Он считает, что рост древних гигантов был не более трех метров. Но уточнить размер останков из Черной крепости оказалось невозможно. Антропологи, хранящие эти скелеты, как и в советские времена, наотрез отказались показать их перед камерой. Они считают, что работа по их изучению, хоть и длится уже свыше десяти лет, все еще не закончена. И у них нет пока ответа на вопрос, болели эти люди гигантизмом или действительно были великанами. Но насколько правдивы все эти поразительные рассказы свидетелей? И насколько достоверны упоминания о великанах в летописях? Сами армяне считают своим прародителем легендарного патриарха Айка, который, согласно преданиям, имел гигантский рост и победил вавилонского царя Белла. У древних историков происхождение армян напрямую связывается с расой гигантов, а саму страну после падения царства Урарту называли Наири. Грозными и величавыми были первые боги, источники величайших на свете благ, начала земли и заселения ее людьми. От них отделилось поколение великанов, нелепых и огромных телом исполинов. Одним из них был Айк, именитый и храбрый предводитель, меткий стрелок из могучего лука. Этой цитатой из недошедшего до нас древнего источника начинает великий историк V века Мавсес Хоринаци, свою знаменитую книгу «История Армении». Хоринаци цитирует Марабас Катину, армянского летописца II века до н.э., писавшего по заказу царя Вахаршака. А источники, которыми пользуется сам Катина, очень разнообразны. Это источники Междуречия, и персидские источники, и эллинистические. По библейскому преданию, один из правнуков Ноя, внук Эофета, Фагарма, которого армяне зовут Таргомом, разделил свои владения между сыновьями. Айку досталась Армения, и он стал родоначальником армян и основателем династии первых армянских царей Айкидов. В источниках Междуречия четко прослеживается имя бога-патриарха Хайка, Айя-Энки, который является богом мудрости, чей культ непосредственно был связан с истоками Ефрата и Тигра и с армянским Нагорьем. Хайк считался сыном Айя. Между прочим, в греческой мифологии Айку соответствует Орион, а в шумерской — Димузин. Айк был покровителем страны Араты и был сыном бога Айя. А то, что народ зовется именем своего главного бога, довольно распространенное явление. Самый близкий пример — Ассирия. Ашур — главный бог. Так звался и народ, и страна, и столица тоже была Ашур. И в нашем случае мы имеем самоназвание — Ай и бог Айк, который в источниках Междуречия имеет почетные имена — Энки и Нудимут, что означает «властитель и творец». Айк славился среди великанов своей храбростью и выступал против всех, кто стремился к единоличной власти над всеми великанами и богородными героями. Он горделиво поднялся против тирании Белла. Белл Титанит ополчается на Айка и идет на него войной, собрав бессмертных героев и бойцов великанов ростом до небес. Когда великаны обеих сторон сошлись, от их яростной схватки страшный грохот огласил землю. Могучему Айку удается в полу битвы прорваться к вражескому царю и сразить его одним лишь выстрелом из своего мощного лука. Увидев столь неимоверный подвиг мужества, его полчища разбегаются куда глаза глядят. Страна же наша, по имени нашего предка, называется Айк. Потом он гору Арагац назвал Арагацем. Гору Масис, его сын Амасия по своему имени нарек Масисом. У подножья Масиса построили большое жилище. Потом его сын Геам поднимается на север и тамошние горы по его имени называются Геамскими горами. Хоринацы точно указывает, где сыновья Айка строили города. Именно в этих местах находятся развалины древних циклопических построек. Мегалитическая кладка в них сложена из камней весом в несколько тонн. В разных районах Армении не только сохранились предания о том, что здесь когда-то давно жили великаны, но также есть и немало живых очевидцев, которым самим довелось видеть человеческие черепа необычных размеров. Их нередко находили во время проведения строительных работ. Однако в советские времена науку совершенно не интересовали подобные открытия. Места, которые указал Хоринацы, до сих пор сохранились. В основном те, которые отдалены от населенных пунктов. А те, которые близки к селам и городам, служили карьерами для добычи камня. Множество некрополей превратилось в поля для посевов пшеницы или ячменя. В советские годы, когда планировалось все, это было в порядке вещей. В 20 веке предания о великанах считались просто мифами и сказками. Но в начале 21-го ситуация изменилась. Независимые исследователи, кандидаты наук, историк Андрей Жуков из Российской лаборатории альтернативной истории и филолог Олег Столяров вместе с нашей съемочной группой решили проверить эти сведения на месте. Подтвердятся ли мифы о гигантах и рассказы о находках огромных человеческих останков? Если в центральных и наиболее густонаселенных районах Армении от памятников тех далеких времен мало что осталось, то они могли сохраниться в более отдаленных уголках армянского Нагорья. Хорина Ци писал, что города великанов также находились в ущелье реки Воротан. Это Сюникский район, расположенный на юго-востоке Армении. Здесь, в горном селении Ход, в 1968 году строили памятник воинам Великой Отечественной войны. Когда выравнивали вершину Кургана, то открылись древние гробницы с необычными останками. Все население села Ход говорит о найденных там скелетах гигантов. В частности, Размика Ракелян много лет назад, во время земляных работ, лично видел могилы двух великанов. Об этом рассказывал также староста села, которому его отец показывал точное место. Все, кто видели, были очень удивлены тем, какие громадные люди здесь когда-то жили. Там, видимо, было их кладбище, и это место надо исследовать. В соседнем селе Танзатап также есть свидетели, которые рассказывали о гигантских костях. Берцовая доходила до пояса самого высокого из них. Это произошло в 1986 году, когда делали террасы для фруктовых деревьев. Трактора разрыли склон горы на много метров в глубину. Благодаря этому оказались доступны очень древние слои. Ковш трактора снес нижнюю плиту. И тогда открылось само захоронение, из которого извлекли кость настоящего гиганта. Михаил Амбарцумян, бывший староста села, в то время лично руководил работой. Во время проведения земледельческих работ с применением трактора и бульдозера, я увидел, что открылось небольшое отверстие по бокам, выложенное плоскими камнями. Там я нашел кость ноги от колена до стопы длиной приблизительно около метра 20 сантиметров. Я даже позвал шофера, показал ему, а он высокий парень. Мы попытались посмотреть, что еще есть в этой яме, но она была слишком глубока, да и темно уже было, не видно. Так и оставили. Смотрели на нашу находку и удивлялись, неужели были такие исполины. Если только кость ноги имела длину более одного метра, то каким же был его рост? Потом в этой же яме я нашел карас, то есть огромный кувшин, но, к сожалению, когда его хотели вытащить, он разбился. Печально, что такие ценные находки часто остаются невостребованными. Сейчас в этом районе вместе с армянскими учеными работают немецкие археологические экспедиции. Но поиски осложняются тем, что еще лет 20 назад многие захоронения были разрыты местными жителями после того, как один из них нашел здесь большой золотой крест. Хотя само ущелье довольно велико и может преподнести еще немало сюрпризов. Независимые исследователи Рубен Мнацаканян, Артур Маргарян и Араик Пахлеванян целый день разрезают кустарник, выросший вокруг гробницы. Затем они измеряют ее длину. Разломанная камера составляет 4 метра 80 сантиметров. Историки считают, что само наличие большой каменной могилы еще не является доказательством величины останков. В них вполне могли быть захоронены и люди обычного размера. Недалеко от каньона реки Касах есть очень известный археологический памятник Ошакан. Местное население называют некоторые из погребений раскопанных или, к сожалению, разграбленных в свое время на территории Ошакана домами великанов. Но действительно крупные размеры погребальной камеры и крупные размеры погребальных сооружений отнюдь не означают, что в них были погребены люди соответствующего роста. Это размер камеры скорее отражает отношение окружающих к покойному, его социальный и, возможно, имущественный статус в обществе. Но отнюдь не его антропологические размеры. Доводы археологов вполне обоснованы. Однако надо учесть, что в данном случае мы имеем пример прямо противоположного рода, когда рассказ свидетеля о гигантских костях находит подтверждение в огромном размере склепа. Этот факт вполне согласуется и с древними источниками. Может быть, в ущелье реки Воротан в далеком прошлом действительно обитали настоящие мифические титаны? В течение 19-го, 20-го века как на территории Старого, так и Нового света были сделаны многочисленные находки людей аномально высокого роста от 2,5 и до 3,5 метров, которые по ряду антропологических признаков отличались от людей, так сказать, нормального роста. Но при этом эти находки не стали достоянием науки, то есть исследователи не стали изучать с точки зрения научной методологии. Что, в общем-то, понятно, зачем заниматься такой скользкой темой, которая не утверждена в официальной антропологической парадигме. По верованиям американских индейцев, первыми их континент заселили племена людей огромного роста. И это произошло задолго до появления самих индейцев. Сегодня можно определить, когда исчезли эти гиганты или их последние потомки. Скорее всего, это произошло на раннем этапе колонизации нового света европейцами. Причем сами конкистадоры не только видели местных великанов, но иногда даже сражались с ними. Например, Альваро Фернандес описал свои неоднократные встречи с гигантскими аборигенами. По его словам, самый высокий из испанцев едва доставал им до груди даже в сидячем положении. Одного такого гиганта можно увидеть нарисованным на карте Южной Америки 1602 года, в том месте, где расположена современная Аргентина. Эта часть континента получила название Патагония, поскольку Магеллан назвал здешних великанов патагонцами, что означает «большие ноги». Литописец экспедиции Магеллана Антонио Пегафетто подробно описал встречу команды с гигантами. Однажды мы увидели мужчину гигантского телосложения. Он был так высок, что мы доставали ему лишь до талии. К тому же у него было пропорциональное телосложение. Последняя историческая встреча людей с великанами произошла 17 марта 1803 года, также в Южном полушарии. Научная экспедиция французских натуралистов столкнулась с исполинами на берегу залива Шарк-Бэй в северо-западной части Австралии. Это означает, что всего лишь 200 лет назад на Земле еще можно было найти живых гигантов. Согласно сохранившимся в Америке описаниям, великаны обладали огромной физической силой. Они были способны с легкостью переносить на своих плечах груз, который два или три испанца могли едва оторвать от земли. Перуанские инки рассказывали, что места обитания великанов находились в горах. В древних армянских рукописях также написано, что сын патриарха и великана Айка Арминак построил город на склонах горы Арагац. Сейчас это всего час езды от столицы. Там на высоте 1750 метров находится горное село Лернарод. Его жители рассказали, что выше по склону попадаются очень древние захоронения. Одно из них было недавно вскрыто искателями кладов. Нашли там золото или нет точно неизвестно, но кости в таких случаях обычно оставляют на месте. Может быть они окажутся останками гигантов? Мы добираемся туда на обычной машине, но дальше по склону дороги нет. По горным камням не проедет даже внедорожник. Оставив машину во дворе одного из последних домов, экспедиция пересаживается на старенький советский грузовик ЛАЗ-52 образца 1971 года. Это единственное транспортное средство в таких местах и подрев мотора шофер преодолевает препятствия, с которыми не справился бы обычный водитель. Дорога с сильной тряской занимает всего 20 минут и вот уже виден ориентир сложенная куча Захоронение действительно разрыто. Вокруг него валяются камни, некоторые сброшены обратно в могилу. Сельчане поднимают их наверх и снизу проступают фрагменты скелетов, которых оказалось сразу два. Как и следовало ожидать, оба были разломанными. Исследуя останки, участники экспедиции приходят к выводу, что один из людей был низкого, а другой высокого роста. К тому же у него была внушительная треугольная нижняя челюсть. Предположительно, его рост мог достигать двух метров, значительно превосходя стандарты древности. Но останками великана эти фрагменты назвать никак нельзя. еще одно село на другой части склона горы Арагац называется Аван. От него мы идем к последнему населенному пункту на этом маршруте. По дороге среди множества развалин циклопических городищ и крепостей обнаруживаем полуразрушенную древнюю мостовую, протянувшуюся на пять километров. Она приводит нас в последнее село Хнущик. Здесь на высоте около двух тысяч метров сегодня практически никто не живет. Большинство жителей депортировали еще при Сталине. Еще пару километров вверх по склону Арагаца находится мегалитическая крепость Дзюнаберт, которую историки относят к третьему тысячелетию до нашей эры. Она стоит на возвышенности и построена из больших валунов по несколько тонн весом в нижней части и сравнительно небольших камней в верхней. Частые землетрясения разбросали множество камней по склону. В этих заброшенных краях бывают лишь пастухи. Но откуда здесь взялась каменная мостовая? Может быть ее построили в советские времена? Но для этого пришлось бы собрать население всего района. Мы решаем уточнить у местных когда строили мостовую. В таких случаях обычно вспоминают рассказы стариков. И выясняется, что мощеная дорога была здесь всегда. Когда она появилась никто не знает. Уже темнеет и приходится возвращаться обратно. В нижней деревне Аван экспедицию ждет сюрприз. Хозяева одного из домов приглашают выпить кофе. В разговоре неожиданно выясняется, что про останки гигантов тут знают вовсе не понаслышке. И сами видели их, причем много раз. Наша молодежь случайно наткнулась на какую-то яму ради интереса и стали копать и раскопали кости огромных людей из полинов. И до сих пор есть захоронения, никто не знает, к какой эпохе они относятся. Но таких случаев было много. Находили черепа вот такие. Такого я никогда прежде не видел. Это был человеческий череп, только очень большой. И еще кости ног. Их длина прошлой осенью и еще два года назад на территории нашего села, где находится могила святой Варвары. На следующий день мы опять приезжаем в село Аван. Местные жители говорят, что недавно найденные останки скелета они снова закопали поблизости и показывают нам, где это было. Они снова копают в этом месте и всего за полчаса находят кости. Одна из них похожа на фалангу большого пальца. Если это трех метров, найденную кость мы предложили осмотреть доктору биологических наук профессору Размику Мхитаряну, директору музея биологии. Предварительную идентификацию с фалангой произвел один из его сотрудников, но выяснилось, что сотрудник ошибался. Находку сарагатца для наглядности поместили рядом со стопой полного древнего скелета женщины ростом 1 метр 70 сантиметров. Размик Мхитарян определяет кость как первую плюсневую стопы, но несколько больше обычного размера. Обладатель ее, по мнению профессора, был примерно метр девяносто, а возможно и под два метра ростом. Даже безо всяких измерений четко видно, что найденная кость существенно больше плюсны стопы женского скелета. Но ее обладатель явно не был гигантом. Антропологи часто говорят, что необразованные люди могут спутать кости больших животных с останками великанов, однако среди выставленных в музее скелетов млекопитающих трудно найти что-то напоминающее человеческие кости. Даже кости ног слона или жирафа совсем не похожи на берцовую кость гиганта. Кости различных видов животных в некоторых случаях можно спутать, но кости человека с костями животного не спутаешь. Крупные кости человека можно охарактеризовать как кости, принадлежащие спалинам, или как результат нарушения деятельности желез внутренней секреции. В результате роста гормона гипофиза, из-за чего может развиться гигантизм. Здесь уже должны свое слово сказать археологи, которые по возрасту костей могут определить, к какой эпохе относятся эти кости, и, следовательно, принадлежали ли они великанам. Предания о великанах рассказывают и о гигантах ростом в несколько десятков метров. В древнерусских былинах говорится, что Святогор был размером с гору, а Илья Муромец, с которым он путешествовал к горам Араратским, мог разместиться у него в кармане или на ладони. Историки считают, что Илья Муромец был историческим лицом и жил во времена князя Владимира в X веке, когда Русь приняла христианство. Может быть, и Святогор это не вымысел, хотя, согласно былинам, он имел рост выше леса стоячего. Сегодня никто из исследователей не может сказать, был ли реальный исторический прототип у великана Святогора. Возможно, что он был символом иных, гораздо более древних типов людей. В таком случае, его частое пребывание на горах Араратских вполне может означать, что наши предки знали, что на Армянском Нагорье действительно обитали гиганты. Как правило, всегда горцы будут обладать большей длиной тела, чем равнинное население, которое живет на более низкой высоте и даже, может быть, связано с этими популяциями по своему происхождению. Этому тоже есть совершенно объективные биологические объяснения. Вот мой учитель, академик Татьяна Ивановна Алексеева, она некогда сформулировала концепцию адаптивных типов современного человечества и выделила такой высокогорный адаптивный тип. И нужно сказать, что одной из его характеристик является как раз большая длина тела. Пока невозможно сделать окончательный вывод, насколько высокий рост имел этот древний тип людей. И вполне возможно, что среди наших предков были целые народы гигантов, о которых официальная история почти ничего не знает. На сегодняшний день эти вопросы все еще остаются для нас полной загадкой. Антропологи допускают наличие в прошлом людей с ростом более двух метров, но к свидетельствам о размерах более трех метров относятся как к явному преувеличению. Бывают высокорослые люди, но эта высокорослость не выходит за рамки определенных пределов. Этими пределами является норма реакции, характерная для биологического вида Homo sapiens. И максимальные размеры человеческого тела, насколько мне известно, не могут превышать, ну, скажем, двух метров сорока сантиметров. Это такой уже вариант, который иногда граничит с какими-то уже патологическими состояниями. И поэтому, мне кажется, что легенды о существовании людей ростом четыре, пять метров, это красиво, но это остается легендой. Тут опять возникает то же самое противоречие. Ведь, как это ни парадоксально, свидетели на местах говорят об останках ростом как раз более трех-четырех метров. Причем нередко это представители местной интеллигенции, известные и уважаемые люди, вполне заслуживающие доверия. Может быть, ученые просто не могут уследить за всеми новостями. Но как раз именно специалисты, историки и антропологи должны в конце концов выяснить, какого роста в действительности были древние великаны. Судя по участившимся сообщениям о находках, можно предположить, что новые и удивительные открытия будут сделаны учеными уже в близком будущем. Поэтому мне кажется, что до тех пор, пока специалистами разных направлений не будет проведено такое всестороннее исследование, пока оно не будет опубликовано, мы можем только предполагать наличие каких-то таких центров высокорослости. Но зная общие тенденции изменчивости длины тела у современных людей, мы можем прогнозировать на Кавказе наличие таких центров высокорослости в прошлом. Это совершенно объективная вещь, и мне кажется, они должны были быть такие центры. И когда наша наука займется исследованием подлинных останков великанов, то, может быть, именно тогда и начнет проясняться для нас неразгаданная до конца тайна происхождения человека. И то, кем и какими были эти самые настоящие предки человечества. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА